Приветствую вас, я думаю, что первое, что вам необходимо сделать, это перестать обесценивать проблему. То есть, проблема существует, существует проблема, потому что вы смотрим друг друга действительно не слышите. Вот. Проблема существует, она есть, но она не связана с тем, что вы описываете напрямую, скорее всего. Проблема, скорее всего, связана с чем-то другим. Вот. А, я так, по крайней мере, думаю, вот, мне так видится. Но с чем, конечно, выяснять нужно, потому что так вот вам не ответишь. Вот. Смотрите. Значит. Значит. Вы пишите, нахожусь на вашем месте беременности, жду второго ребенка. Вопрос возникает, Евгений. Собственно, зачем вам ребенок второй? То есть, это, грубо говоря, вы его хотели, вы хотели второго ребенка. Для себя, к примеру. Или, это была какая-то идея, там, не знаю, мужа вашего родственников, там, еще какая-то история происходила. То есть, вы родили одного ребенка, зачем второй? Вот. То есть, каким значением вы наделяете этого ребенка? Что он для вас значит? Вы сами-то хотите ребенка рожать? Вы сами-то ждете, когда он родится или что? Вот. Поддерживает, чувствует, что не подает его внимания. Ну, так, а... Как бы, опять же, тут... Вопрос стоит о том, может ли он поддерживать вас, и может ли он давать вам то внимание, которое вам нужно? То есть, почему вы считаете, что он прямо это обязан делать? Как бы, это... Это его... Это его право. Вот. Это его право. Право, но не обязанность на самом деле. И вот здесь, конечно, очень такой, знаете, деликатный момент, потому что, с одной стороны, муж вас не поддерживает, потому что между вами нет какого-то консенсуса по поводу рождения ребенка, скорее всего, с одной стороны. С другой стороны, вы... Как-то вот возлагаете на него ответственность за то, что вы беременны. То есть, вы говорите, что я не чувствую его поддержки. А поддержки в чем вы не чувствуете? В чем вас нужно поддерживать? Может ли муж, вот, в текущей вашей ситуации, в текущей вашей истории, может ли муж вас поддерживать? Есть ли у него для этого ресурсы? Например, он не хотел ребенка, да? Допустим. Он ребенка не хотел. И вы, но вы, странно, забеременны. В этом случае он вас поддерживать не будет. Или он хотел ребенка, а теперь понимает, что не хочет, и он вас не поддерживает. Или, например, вы беременны, от этого у него меньше к вам влечения, и, соответственно, отдаляется и не может вас поддерживать. То есть, как бы, это все нормально. Нормально. Это все нормальные процессы. Да, они не самые приятные. Да, они не самые классные. Да, и лучше бы, если бы их не было. Но, но это, это вполне себе, как бы, реально. И получается, что мужа вы не принимаете таким, как он есть. Далее. Он не хватает его внимания. Вот, понимаете, здесь, опять же, двоякая, двоякая история. Что именно вы подразумеваете под вниманием? Вы знаете, в основе нехватки внимания лежит страх. Как правило. Лежит страх, что, например, он уйдет, вот, особенно у беременной, у беременной женщины, да, что он уйдет, что у него есть другая там, что я, я там, ну, грубо говоря, там, некрасивая, например, да, ну, недостаточно красивая, допустим. Вот, и, как бы, вот, я боюсь, что он уйдет. Я боюсь, что он, значит, со мной, там, ну, к примеру, не будет, не будет вместе, да, там, допустим, что-то вроде того. Ну, вот, а это ваша ответственность, Евгения, и, как сказал мой коллега, нужно взять на себя ответственность, то вам не хватает внимания. Ну, вот. Дальше. У мужа вашего должна быть мотивация, мотивация уделять вам внимания, да, я понимаю, как это звучит, а мотивация уделять вам внимания, мотивация что-то для вас делать, мотивация, там, ну, к примеру, как-то поступать, значит, по отношению к вам и так далее. Вот. Знаете, у него этой мотивации нет. То есть, опять же, да, опять же, я понимаю, что, как бы, ну, наверное, это не очень приятно, да, наверное, это не очень здорово, здорово, вот, но, как бы, тем не менее, это реальность, опять же. Вот. Это реальность, и вам нужно данный аспект принять. Если вы хотите, если вы хотите, чтобы человек уделял вам внимания, да, вот, то его нужно, ну, мотивировать, мотивировать на это, вот. А у вас, как бы, этого нет, ну, судя, вот, по тому, что вы пишете. Вот, в принципе, так. Что вы делаете, что вы делаете, чтобы ему было с вами хорошо, что вы делаете, чтобы ему, чтобы он хотел вас поддерживать. Поддерживать. Вот. Вот это вот. Такая история. Дальше. Общаемся, только если надо решить какой-либо вопрос. Ну, так опять же, что значит, общаемся, да? Ага, вы общаетесь, вы общаетесь с ним, судя по, ну, судя по всему, вот. Вы общаетесь с ним, так. При этом вы перекладываете на него ответственность за то, что происходит в большей степени, чем, берете ее на себя, да? Вот. Мне кажется, что сейчас вам имеет смысл родить ребенка, просто вот родить ребенка, а дальше все разбираться с проблемами, которые у вас есть. Вот, потому что все равно сейчас вы вряд ли что-либо решите. Ну, на мой взгляд, опять же. Вот. Дальше идем. Очень переживаю, а по поводу чего переживать? Попытка поговорить оканчивается с ссорой. Опять же. Ээээм... Ээээ... Ссора... Эээ... Она... Какая? так кто участвует в ссоре? Вы не участвуете в ссоре, так расскажите почему вы ссоритесь, например. Расскажите почему вы ссоритесь, вы говорите правильную вещь, что значит вы друг друга не слышите. Так говорить нужно на языке мужчины. Но все раз повторю, у меня есть ощущение, что сейчас вы не можете этого всего сделать, вы не можете сейчас работать над отношениями. Поэтому я рекомендую вам дополучить внимание и поддержку где-то на стороне, чтобы не трогать мужа, не усугублять отношения. После рождения ребенка уже приступить к разбору ваших отношений, возможно взять несколько консердаций у психолога. Вот. На этом все, надеюсь что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Вы троедино Присаживайте Продолжение следует...